А в муниципалитетах продолжают обсуждать итоги и планы развития на годы вперед. В этот раз о проделанной работе отчитались в Аликовском и Бресинском районах. Какие задачи стоят перед местными властями, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Собран рекордный урожай зерна, сокращены долги за аренду муниципального имущества, увеличилась доля доходов и объем инвестиций в экономику. Прошлый год для Аликовского района выдался удачным, и это подтверждают цифры. Консилизированный бюджет Аликовского района за 2017 год исполнен по доходам в целом в объеме 330,9 миллионов рублей или 99,5% к плановым назначениям. Глава региона отметил, что доходы в казну муниципалитета могут принести и залежные земли. Их необходимо вводить в сельхозоборот. Рассчитываем на вас, что в течение полтора, максимум два года каждый гектар будет обрабатываться. Сегодня выгодно заниматься сельхозяйственным производством. Власти Бресинского района продолжают наводить порядок в сфере ЖКХ. Теперь, уверяет глава администрации муниципалитета, из кранов течет кристально чистая вода. Ее качество ухудшилось прошлым летом. Проблема была решена после ремонта сетей и очистной станции. Нам удалось все-таки решить вопросы бесперебойного водоснабжения поселка Ибреси. Рассчитаться с долгами по выплате заработной платы работникам МУП «Водоканал». Мы объявили конкурс, у нас объявился консессионер. Касаясь вопросов жизнедеописпечения ЖКХ, наводить нам еще надо порядок. Безобразия там еще хватает, поэтому от этого тоже многое еще зависит. Мы оборотительно использовали и те средства, собранные от населения, и те бюджетные средства, которые мы выделяем. В районе продолжают поэтапно улучшать бизнес-климат. Для инвесторов, желающих реализовать свои проекты, в муниципалитете сформировали базу свободных участков. Такие меры предприниматели привлекают. До конца этого года в Ибресиях планируют построить цех по переработке мяса, фасовке строительных смесей и зерносушильный комплекс. Новые рынки осваивают и на Новочурашевском молочном заводе. В ближайшее время здесь начнут производить творог и сыры. Продукты из завода поставляются почти во все регионы Приворожского федерального округа, Челябинск, Екатеринбург, Москва, другие регионы. С запуском новой линии создано 20 рабочих мест, и на сегодняшнем предприятии трудится 70 человек. В правительстве региона продолжат субсидировать муниципальные программы. Объем финансовой поддержки увеличится, отметил Михаил Игнатьев. Касаясь отношения республики к федеральным центрам, могу сказать, несмотря на сложности, в этом году мы привлекаем на 9% больше инвестиций с ростом на 9% к уровню 2017 года. На развитии муниципалитета скажутся и приоритетные проекты по строительству школ, благоустройству парков, модернизации домов культуры. О грядущих законодательных инициативах жителям района рассказали депутаты Госдумы Леонид Черкесов и Николай Малов. Уже в рамках весенней сессии будут рассмотрены законопроекты, где внимание будет уделяться увеличению или повышению качества медицинских услуг, лекарственных препаратов, работе многофункциональных центров. Также будут решены вопросы по выплате или задолженности заработной платы работникам предприятий. Глава региона отметил, что потенциал любого района трудолюбивые люди. Передовикам Михаил Игнатьев вручил благодарности, почетные грамоты и знаки отличия ГТО. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.